Надежный метод не быть оштрафованным – ретироваться с маршрута. Сотрудники ГАИ вместе с представителями мэрии провели рейд по контролю за городским транспортом. Результаты проверки, по их словам, пока далеки от идеала. Это конечная остановка транспорта в районе набережной и центрального пляжа. Традиционно движение маршруток здесь напряженное, ведь есть спрос. По крайней мере, так зачастую и бывает. Но не сегодня. Увидев делегацию проверяющих и то, что коллега не прошел проверку, в спринтере на 85 маршруте отсутствовала не только карта водителя, но и регистратор. При том, что перевозчик отчитался о 100% оснащенности маршруток. Его коллеги начали просто убегать кто куда. В результате полчаса ожидания и очередь на остановке. Ходят они регулярно, потому что сейчас сезон пляжный. Троллейбусы очень редко, а маршрутки, в принципе, ходят регулярно. Их стояло 10 штук, а сейчас их ни одной штуки нет. Уже полчаса я смотрю, если они выезжают, они почему-то уезжают в обратном ходе. Сработал человеческий фактор. То есть люди не хотели появиться на телеэкранах. Но мы будем с ними разбираться. Раз этот 85 маршрут, они несколько машин уехали, значит, они вне графика дальше поехали. Поэтому будем разбираться с перевозчиком. Следующая маршрутка 83-я. Здесь все в наличии. Правда, пока журналисты и проверяющие отвлеклись на одного водителя, второй поспешил уехать. Да так, что чуть группу не задел. Впрочем, этот водитель проверку прошел, и замечаний к нему нет. К конкретному водителю, но не к остальным на маршруте. Пенсионеры не берут маршрутки, так что долго. Иногда, когда я захожу, никого нет пожилого. У меня уже есть. И все. Ни в какую. Если на тебе где-то промежуточную остановку, то вообще, как говорят, страедия. И обзовут тебя, и унизят тебя. Дальше контроль на дамбе. За время пребывания нашей съемочной группы нарушений здесь не зафиксировали. В мэрии отмечают, контролировать свой скоростной режим водителей стимулирует и сайт bustrack.com.ua. Любой человек может посмотреть, как осуществляется движение по дорогам Запорожья и кто нарушитель. Зеленым цветом отмечены машины, соблюдающие на маршруте скоростной режим. Красным – нарушители. Здесь также можно узнать и номер автомобиля-нарушителя, и скорость. Любое количество километров в час за 60, оно фиксируется таким цветом. Можно навести на эту капельку курсор и точно узнать, насколько превышена эта скорость. Вот тоже самое интересное. Это доходит тоже и до водителей уже сейчас. И мы смотрим, сколько было, когда первые были включения, когда мы имели возможность нарушений. Количество нарушений сейчас, оно постепенно уменьшается. Понятное дело, еще очень многое, что нужно решить, доделать. Нарушения есть везде, как говорится, на солнце бывают пятна. Просто что с тех пор, как мы стали комплексно проверять, я имею в виду, не ГАИ по-своему, управление по-своему, инспекция по-своему, а вместе, одной бригадой, Ну, вы можете, я предполагаю, можете обратить внимание, что гораздо лучше стало на улицах, по крайней мере, с соблюдением скоростного режима. Также в рейдах отмечают, помогают выявлять нарушения и горожане. Кстати, увидевшие нарушения на маршрутах городского транспорта, могут сообщить о них по телефону, который вы видите на экранах. Редактор субтитров А.Семкин